Девочки, всем хорошего времени суток! Так уж получилось, что сегодня мы делаем с вами обзоры на Колю Сытника и его семью. Севка у нас не в фаворе, видео какие-то у него постные, безинтересные, без красок, как мы привыкли наблюдать. Посмотрела я, сравнила эти видосики у Севы и у Коли и решила, что Сытника мы обозрим с вами вместе. То есть это будет интереснее и насыщеннее разговор наш. Привез лекарство Коля домой на игрень к родителям для собачки Томаса. Где-то песик или ударился, или кто-то укусил его, они играли, бегали, и бедный что-то случилось с хвостом. Света даже среди ночи повезла его в ветеринарку, потому что были очень болезненные у него симптомы. Он плакал, скулил, не мог не присесть, но боли были, да. Отвезла его, там делали уколы, что-то чистили ему, принимали все меры, спасали животное. Коля не безучастен. Знаем, что все Сытники очень любят своих собак, заботятся о них, ухаживают. Там все в порядке по этому поводу. Привез лекарство, заказали родители. И, конечно же, девчонки, здесь видим нашу Самвелиту. Ну а как же без него? Неотъемлемая часть. Колина, да, то ли Коля хвостик, то ли Самвелу Коли хвостик. Друг за другом, прям два вагончика одного паровозика. Но приехал, не успел зайти на кухню, не успел поздороваться. И быстро, я хочу есты. Я хочу есты, а что у вас есть? И, как обычно, по кастрюлям. Ревизия, ребята. Крышки все снимает, заглядывает, что приготовили. Ну как же, барин приехал, барин приехал. Накрывайте столы. Света где-то на улице, по хозяйству. Андрей на кухне. Видим и Ольгу Леонтьевну здесь на кухне. Как обычно, бабушка в настроении, веселая, шутит. Шуточки-прибауточки. У нее всегда все в порядке. Довольная старушка своей жизнью. Нареканий никаких нет. Севка тут же начинает рассуждать и учить. Двинулись к аквариуму. Очень красивый у Коли, у родителей аквариум. Мне очень нравится. Конечно же, с Самвелом аквариум на планетной матери не сравнить. Очень много зеленых растений. Не пластмассовых, натуральных, живых, да, аквариумных этих водорослей. Много красочных рыбок. Ну понятно, объемом аквариум побольше. Значит, будет, конечно же, красивее выглядеть. Ну, девочки, давайте будем честными. Коля очень много внимания уделяет аквариуму. Заботится, постоянно лечит эти растения. Ездит за какими-то капельками. Меняют воду, сливают. Рыбок лечат. Что-то делают. Ну, постоянно он в этом процессе. Не наплевал, не забросил. Так как Самвел свой, да, водный мир. Ему, по-моему, вообще все равно. Честно вам скажу, мне этих рыбок на планетной очень жалко. Никто за ними не смотрит. Там Василиевна кинет щепотку того корма. На этом забота как бы и закончилась. Это тоже живые существа. Пусть не думающие, безмозглые. Тем не менее, живое существо. Ну, ладно, проехали. Самвел, конечно же, будет давать свои ЦУ. Рассказывает, что, Коля, все ты неправильно сделал. Никакие капли вам не помогут. Нужно вынимать все с аквариума. Все камни, эту подстилку нужно кипятить. С перекисью или там с содой мыть этот аквариум тщательно. Эти растения нужно выбрасывать. Нужно или, я не знаю, как их можно обработать. Ты же их не прокипятишь, живые растения, правильно? Новое в магазине купить. Так опять же, можно зараженное уже привезти. Какой выход в данной ситуации, девочки? Я далека от этого. Не могу ничего сказать, потому что, ну, не сведущий человек. Я не в теме абсолютно. Но колясик уверенный, тоже спорит. Говорит, Самвел, не лезь. Я знаю, мы полечили, мы все сделали. И помыли, почистили этот аквариум. Вроде бы все капли накапали. Посмотрим. Семка спорит. Все равно он будет спорить до последнего. Я не помню, девчонки, ни одного случая, чтобы Самвел когда-нибудь согласился или признал, что второй человек, оппонент, да, вот в диалоге прав. Никогда такого я не помню. Самвел очень упрямый человек. Очень. Он будет доказывать и стоять на своем. Даже если он прав. Допустим, ты прав. Можно хоть когда-нибудь смолчать. Просто помолчи. Умнее будешь выглядеть. Нет, он говорит. Вот давайте через две недели встретимся на этом же месте, возле вашего аквариума в тот же час. И посмотрим, утверждает Сева, что все ваши эти растения будут покрыты этой черной бородой. Эта водоросль, черная борода, все равно будет здесь. Все вы неправильно сделали. Коля немножко уже вижу, как-то так не нравится ему, пытается возражать. И тут Сева несколько раз, опять же, ведя диалог про аквариум, в промежутках вставляет фразы «Хватит, я хочу есть, я хочу есть». Что тут у вас? Лезет, достает картофелину и начинает просто уплетать. Коля задает вопрос. Сева, ты руки мыл? А у меня руки чистые. Говорит, ты с улицы пришел, ты руки хотя бы помыл, ты их не мыл. Я спиртом обрабатывал. Каким спиртом? Можно просто с мылом элементарно зайти в дом, вымыть руки. Не надо мне ничего. Мне все нормально, меня зараза не берет. Я уже переболел. Набор слов, короче, словесный понос, как обычно. Ничего страшного, со мной ничего не случится. Это, что ж ты тогда учишь всех остальных, Самвел? Ты всегда выступаешь в роли учителя, ну а сам что? Девочки, еще раз я поняла сейчас, вот такой его жест, поступок, то, что он не помыл руки, доказательство того, он их никогда не моет. Когда он приходит к матери и лезет в холодильник или в кастрюлю, начинает жрать это все руками, и комментаторы пишут ему, Сева, ты не мыл руки, он с пеной у рта каждый раз доказывал, что он всегда моет руки, просто он не снимает. Он говорит, что мне как входить в туалет, вам тоже это показывать? Я просто не снимаю, вы не видите, но руки я всегда мою. Не моет руки он никогда. Не моешь ты, Сева, руки. У тебя нет такой привычки, не заложено с детства. Коля просто уже не сдержался, девчонки. Вообще, мне начало казаться, что Колю немножко уже все вот эти вот выходки Самвела, немножко как-то уже они ему надоели, и как-то он уже начинает колясик нервничать, уже не может другой раз смолчать, пропустить. Напрягает его, вот такие вот его поступки, ситуации, такое поведение Самвела действительно напрягает. И уже редко, конечно, но иногда Коля уже высказывается прям в камеру, в объектив, открытым текстом он начинает уже об этом говорить. Но, ребят, конечно, у Колясика давайте отдадим ему должное, выдержка еще та. Он просто держит себя в руках. Не знаю, кто бы другой смог столько терпеть, не перечить этому Самвелу. Как это все можно выдержать, я бы точно не смогла никогда. Но, может быть, какие-то полдня это максимум. Коля уже это делает, по-моему, три года, да, если я не ошибаюсь. Но вот уже и у него как-то терпение заканчивается. Зашла Света с улицы, скорее всего, что-то делала по хозяйству на улице. Вот, и тут же Самвел, давай кушать, давай кушать. Света говорит, ну, я вот сейчас хотела в душ, куда-то она там собирается. Девочки, прочитала немного комментариев под этим видео. Какие же бессовестные есть вот бабы, вот бабы, которые пишут вот эти комментарии. Сейчас вы тоже мне напишите, что я сильно подлизываю Свете, что она моя фаворитка. Ни черта подобного сразу вам скажу. Забудьте об этом, что мне сильно нравится Света. Когда она ведет себя неправильно или глупо, как мне кажется, как-то, ну, не по ситуации, как-то абсурдно, я об этом говорю. Но пишут, вот послушайте, вот только послушайте, что пишут. Ни одно, ни два, ни три было таких замечания, да? Света, как вам не стыдно, на кого вы похожи, вам 50 лет, как вы выглядите в этом халате? Вы о фонарели, хочется сказать. Человек у себя в доме, она не должна постоянно выглядеть нарядно. Что, при макияже постоянно 24 часа в сутки? Она не знает, когда приедет этот Самвелл с Колей, и тут же они включают камеру и начинают ее снимать. Откуда человек знает? Она хочет когда-то расслабиться. Она дома. Девочки, а ну-ка ответьте мне, пожалуйста, вот где именно девочки, те, которые пишут вот такие гневные комментарии? Вы сами у себя дома, вы прям 24 часа все красавицы при укладке макияжа и ходите в каких-то элегантных костюмчиках в доме? Да я не поверю ни за что. Ну, никогда ни за что я не поверю. Вот если на своем дне рождения Света выглядела, ну, не как, мягко скажу, да, ну, не как, не празднично, не нарядно, не в красивом платье, мне не нравилось, я об этом говорила, но здесь, извините, человек дома. Ну, зачем такая жесткая, совершенно несправедливая критика? Ну, пришла она где-то, что-то убирала там на улице или с собаками была, я не знаю. Ну, зачем вот так вот прям про халат? У вас дома нет халатов? У вас вообще такой одежды нет халатов? Мне, честно, странно очень такое читать, если по существу замечание, я всегда соглашусь. Да, правда, я подчеркну, правильно вы говорите. Но когда на ровном месте не за что зацепиться и начинают просто клевать, я против. Ну, я против, все за, баба, я против, да. Получается так, девчонки. Очень стараюсь все вам говорить с какой-то шуткой. Давайте не будем превращать прям вот канал в помойку и только один негатив. Кстати, хочу еще вам такое ударение сделать маленькое. Вот когда мы освещаем с вами негативные стороны того или иного героя, вам всем это очень нравится, вы все так подхватываете сразу, да, соглашаетесь со мной. Как только я говорю что-то позитивное про любого человека, то ли про Колю, то ли про Свету, то ли где-то про Самвела, когда он правильно себя ведет, помогает котам, лечит котов, не важно, но есть положительные поступки, классные, на которые нужно равняться, да. Вы такое пишите, ребят, имейте совесть. Ну, правда, я стараюсь быть лояльной. Ну, вы просто как-то с головой дружите, имейте совесть. Человек не состоит только с херовых каких-то поступков и отвратительного характера. В человеке есть где-то что-то и хорошее, доброе, положительное, позитивное. И если я это вижу в роликах у того или другого героя, я тоже об этом говорю. Давайте будем все людьми, при том, мы же женщины. У меня на канале, я посмотрела, 93% женщин, зрителей, девочки. Давайте оставаться девочками, ну, правда. Такой был мой обзор, ребята. Заходите, подписывайтесь, приходите, пишите, общайтесь. Но призываю вас, будьте добрее, ну, пожалуйста, действительно, девчонки. Пока, до новых встреч, пока.